Привет, народ! Вы заждались уже? Да, это очередной видеоролик по GTA, и вы мне просили сделать какой-нибудь видеоролик по GTA San Andreas. И, честно говоря, мне не пришло в голову больше ничего, кроме как сделать топ моих самых любимых миссий в GTA San Andreas. Я хотел выделить 5, но получилось 7 миссий, которые мне действительно нравятся в GTA San Andreas. И, я думаю, вы сможете написать свой топ после окончания моего в комментариях, я обязательно прочту. Итак, мы с вами начинаем! Честно говоря, в GTA San Andreas около 100 миссий, и выделить из них 7 было гораздо тяжелее, чем топ сложных миссий. Но, тем не менее, на 7 месте у меня находится миссия под названием Just Business, или же просто бизнес. Задание выдается Big Smoke, это его последнее задание в Лос-Антосе, которое он выдает. Здесь нам нужно будет отправиться с ним на сделку с русскими, но так получается, как обычно в американских играх, что русские нас предают. И, честно говоря, мне больше всего нравится не перестрелка, а именно тот момент, когда мы с Big Smoke на мотоциклах уезжаем от русских. И я могу сейчас лукавить, но недавно я смотрел Терминатор 2 Судный день, и в GTA San Andreas есть одна сцена, которую взяли из Терминатора 2, опять же, я могу ошибаться. Это когда мы едем на мотоцикле, и на нас сверху падает грузовик, то бишь пакер. Возможно, я уже совсем спятил, но мне эта сцена действительно напомнила миссию просто бизнес. Так что, вполне неплохая миссия, неплохие перестрелочки, достаточно хорошие. На 6 месте находится довольно хорошая сюжетная миссия в GTA San Andreas, она называется High Noon, и я не помню, как она переводится, Высокий Зенит, или что-то типа того. В этой миссии мы с вами убиваем офицера Пуласки. На самом деле, я ждал этой минуты, потому что из всех этих трех полицейских, офицер Пуласки для меня был самым, черт возьми, дерьмовым, потому что он постоянно насмехался над СиДжеем. Да-да, сейчас все вспомнят момент, как Тен Пенни дал СиДжею в живот, помните, да, это? Извините, в пресс, конечно же. И миссией High Noon мы с вами наблюдаем за вполне хорошей катсценой. Сначала убивают офицера Хернандеса, по-моему, зовут, и потом, соответственно, СиДжей копает могилу обоим, себе и этому самому Хернандесу, оставляя Пуласки за главного. Тен Пенни оставляет Пуласки за главного. Но потом, через парочку секунд, Пуласки начинает сваливать, а мы должны его убить. Вполне хорошая миссия, я действительно ее ждал давным-давно, я получил желаемые, и поэтому мне эта миссия очень сильно понравилась. На пятом месте находится миссия, которую открывали не все. Честно говоря, когда мы в школе соревновались, кто быстрее пройдется на Андрес на 100%, я однажды победил. И суть была в том, что один мой одноклассник забыл пройти одну лишь миссию. И она как раз находится на пятой строчке. Она называется Ограбление казино Каллигулы. Мало кто помнит, но тем не менее. Когда мы ухаживаем за крупье, нам необходимо, чтобы она нам дала ключ-карту, для того, чтобы мы продолжили с вами Ограбление казино Каллигулы. И на самом-то деле, они действительно хорошо запрятали эту самую миссию, потому что многие могут и забыть о том, что нужно поднимать прогресс с этой самой крупье. Ограбление казино Каллигулы, это многоступенчатое Ограбление на самом-то деле. Оно действительно хорошо сделано. Финальный эскейп. Все сделано в лучших традициях. Конечно же, стрельба, все будет зависеть от нас, понятное дело. Парни в УЗИ только заедут и просто заберут бабло. А от копа будем избавляться именно мы. Кстати, в конце есть прикольная такая сценка, когда СиДжей дает в морду Зиро. А на четвертом месте находится миссия по названию Фендер Кетчуп. Или же Кетчуп на Капоте, если я не ошибаюсь. Вот так вот в Россию у нас перевели эту миссию. Я думаю, вы уже понимаете, что там нужно делать. Джонни Синдака, как же без тебя? Нам нужно его немножечко прокатить с ветерком. Конечно же, на Капоте Кабриолета. Как же без этого? Если я не ошибаюсь, там вроде да, Кабриолет был. Миссия одновременно немного сложна и очень сильно забавна. Потому что до этого я этого ни разу еще не видел. По крайней мере, в ICT-то точно такой миссии не было. Суть этой миссии в том, что мы привязываем Джонни Синдака, в общем-то, лидера банды Синдака, как я уже говорил, тавтология, к Капоту нашего Кабриолета. Нам нужно прокатить его по городу на высокой скорости, остерегаясь полиции и автострад. Прыгать на этой машине, в общем, дрифтить, выполнять самую настоящую вакханалию, но ни в коем случае не врезаться, иначе Джонни Синдака умрет. Но, к сожалению, маленький спойлер, Джонни Синдака все равно умрет от сердечного приступа, когда мы к нему придем с Кеном Розенбергом. Но, тем не менее, миссия довольно интересно построена и довольно интересно реализуется. Честно говоря, пройти ее с первого раза мне не всегда даже удавалось. А теперь мы переходим к топу 3. И на третьем месте находится миссия под названием Пирс-69. И сейчас многие скажут, типа, Спектр, серьезно? Пирс-69? Какого черта? Ведь там нужно убивать Рудера. Но, знаете, суть в том, чтобы отомстить нашим братанам, которые нас предали. Честно говоря, мне никогда не нравилась финальная миссия в GTA San Andreas. Да, она довольно длинная, да, там есть даже сейвы. Например, когда вы сбегаете с крэкфабрики Биг Смоука, то есть сейв, когда вам нужно будет просто дальше садиться в машину и уже ехать за пожарной машиной с Тенпани и Свитом. Но дело в том, что финальная миссия мне действительно не нравится. А вот миссия Пирс-69, она достаточно интересна. Мы с вами проникаем, скажем так, на деловую встречу Тибоуна Мендеза и Рудера, вышеназванного. И, в общем-то, в этой миссии мы должны убить их обоих. Понятное дело, Джизи мы уже убили, так как достали его телефончик на эту миссию. Но все построено действительно отлично. Сначала мы прикрываем парней в УЗИ, которые будут потом стрелять в воздух. Непонятно, зачем они это делали. По крайней мере, в моем прохождении в San Andreas они действительно так делали. Потом нам нужно будет убить Тибоуна Мендеза, это будет сделать достаточно просто. Нужно будет убить его охрану вместе с Балласами. А потом уже будет интересное событие, связанное с Рудером. Сначала, соответственно, вам дают шанс убить его, пока он плывет к своей лодке. Но если у вас не получится этого сделать, ныряйте в воду, также садитесь в соседнюю лодочку и убивайте Райдера, пока он вам кричит что-то вслед. Миссия хорошо построена, мне она действительно понравилась. А мы переходим с вами уже ко второму месту. И на второй позиции заслуженно находится миссия под названием Black Project, извиняюсь. В этой миссии нам нужно украсть джетпак зоны 69. Всегда нравилась эта миссия. Как только я впервые узнал про читы в GTA San Andreas, я сразу же решил попробовать этот самый ESGAA, который дает нам этот самый джетпак. И после того, как я впервые добрался до миссии Black Project, я просто обезумел от того, что мне дадут без читов полетать на реактивном ранце. Во-первых, у нас есть два варианта, как попасть в зону 69. Стелсом или Рашем. Просто, на самом деле, отличия маленькие. Если мы пробираемся Рашем, нам нужно будет открыть двери. И, по-моему, это все. Так как они из-за тревоги закроются. А дальше пробиваемся через многочисленные толпы военных. Забираем этот самый черный проект стоимостью, если я не ошибаюсь, 100 миллионов долларов. Там говорят, что генерал... Вызывайте генерала, у нас похитили Black Project. И, на самом деле, мы его просто отдаем этому самому правде. Да, это все было сделано, потому что мы отдаем его правде. Кстати, хотите маленькую новость? Я не узнал достаточно давно. Вы в курсе, что Black Project это одна из тех миссий, на которую нужно идти СиДжеем нежирным? Если вы будете достаточно полны, то правда вам скажет, что СиДжея, тебе нужно немножечко сбросить вес. Честно говоря, когда я экспериментировал с весом и качал выносливость для СиДжея, такая штука получилась. А также вес СиДжея влияет на миссию Грей Гу, которой нет в этом топе. Но, если я не ошибаюсь, она идет следующей, как раз после черного проекта. И мы переходим с вами к моей самой любимой миссии в GTA San Andreas. Где-то в 2009 году я катался на велосипедах со своим другом. Это были летние каникулы. Мы катались приблизительно два часа. Но в какой-то момент нам захотелось покушать. И тогда нам в голову пришла прекрасная идея. Мы с ним, значит, поехали до ларька, где продавали всякий фастфуд. Спокойно подъехали на своих велосипедах к окну. А затем, как только женщина обратила на нас внимание, мы ответили ей, что мы будем... Да, друзья, на первом месте находится миссия под названием Drive Thru. Миссия, которая породила миллиарды мемасов, связанные с GTA San Andreas. Моя самая любимая миссия в GTA-шке. Этот заказ Big Smoke'а знает абсолютно каждый, кто играл в GTA San Andreas, даже хотя бы пару часов. Серьезно. Я не могу даже вообще ничего сказать по этому поводу. Лучший, лучшего диалога я вообще никогда не слышал в GTA. Нужно будет еще сделать топ, знаете, топ цитата GTA. Туда по-любому войдет эта миссия. И, в общем-то, это все. На самом деле, миссия не такая уж и интересная. Нам нужно будет просто уничтожить машину баллосов, пока там Big Smoke будет нажираться. Но, черт возьми, этот заказ, это просто нечто было. Кстати, я еще смотрел пранк, когда люди звонили в Макдональдс и подрубали вот эту запись Big Smoke'а. Я просто орал, серьезно. Ну, а на этом все, друзья. Это был топ-7 моих самых любимых миссий в GTA San Andreas. Как я уже сказал, пишите свой топ-7 в комментариях. Я обязательно прочту и обязательно лайкну ваш коммент, если мне понравится ваш топ. Также не забывайте подписываться на канал, если вы тут впервые. Видеоролики по GTA чуть ли не каждый день. Ладно, шучу, конечно, каждый день. Также можете поставить лайк на видеоролик. С вами был Спектр. Чекайте также информацию, если вам нужны какие-то ссылочки или описания, чекайте к этому видео. Я с вами прощаюсь. Всем удачки и пока-пока-пока.